Народ, всем привет! Как выгодно можно привезти автомобиль из Южной Кореи через государство Кыргызстан, тем самым сэкономить на таможенных пошлинах? Итак, давайте разберем на примере Kia K7 2.2 дизель. Друзья, это у нас 17-й год. Поехали, посмотрим более детально. Друзья, предлагаю сразу же начать с пробега. Здесь у нас 129 тысяч, 62 километра пробега. Давайте обратим внимание на водительское сидение. Никаких заломов на нижней боковой поддержке, на спиной боковой поддержке. Посмотрите, все на идеале. Органы управления, сразу же пройдемся, друзья, по рулю. Но никаких замечаний нет. Смотрите, вот эти больные места, где краска всегда вышоркивается, вот на этих стыках. Здесь все нормально. По пластику все хорошо. Итак, сразу же по плюшкам. Это у нас, друзья, музыка Крэл. Это память на двух водителей. Это электробагажник, отключаемый ТРК, полный кожаный мультируль, круиз. Здесь по плюшкам у нас, друзья, обдувы, подогревы, электроручник, парктроники в круг у нас, система старт-стоп, подогрев руля, сразу же идет у нас электрошторка. Друзья, прямо как на бумере. Автохолд, когда мы останавливаемся, нажимаем тормоз, колодки у нас сведены. Все, мы то есть убираем, и она стоит. Чуть-чуть газа нажали, машина поехала. Дальше драйв-мод. При закрытии у нас все подъехало сразу же. Руль подъехал. Камера заднего вида, друзья, у нас не 360, но с траекторией. Плюс у нас, конечно, еще есть датчик парктроников. И смотрите, обращаем внимание, что у нас, друзья, есть проекция. Огромная панорама сразу же. Просто сейчас здесь нереально жарко, надо прямо брать и включать. Смотрите, просто, ну просто песня. Включать надо кондиционер очень срочно. Дальше, по самому пластику, друзья, даже вот сейчас света чуть больше дал вам, чтобы вы понимали. Смотрите, он не зашерканный, сам вот лак. Ну и, конечно, это, друзья, у нас вставка дерева. Это прямо дерево. Пластик здесь вот этот весь, понимаете, он прямо мягкий. Дверные карты все мягкие. И двери нереально тяжелые. Вот они прямо тяжелые. Я когда первый раз ее открыл, я думаю, слушайте, ну как в BMW прямо. Далее что? Здесь по салону, посмотрите. Управление. Соответственно, здесь у нас мультимедиа. Здесь громкость можно включать. Далее огромная ниша в самом бардачке. Ну интересно. Если нужно, убрали и втроем сидим. И место. Ну смотрите. Ну здесь это прямо реально класс Камри, да, друзья? Распространенное возражение, когда человеку предлагаешь пробег 70-80 тысяч километров, встречаешь категорическое нет. Прекрасно понимаю. Сам так думал, друзья. Думал, если возьму, допустим, аналогичный автомобиль, проеду еще на нем 40 тысяч километров, пробег перевалит за 100, нужно будет полное обслуживание, капиталка. Друзья, капиталка только в голове. Объясняю почему. Смотрите, мы находимся на экспортной площадке. Здесь у нас даже бетон крашен, чтобы вы понимали состояние дорог. У меня кроссовки белые, идеальные, без пыли, без всего. Своевременное обслуживание, качественные дороги. Вы понимали, сколько накатывает среднестатистический кореец по Корее за год? Чтобы осмотреть ваш один автомобиль, мы проезжаем за сутки 300-500 километров. То есть за 20 дней у нас на щитке приборов появляется плюс 10 тысяч километров. Состояние дорог идеально. Между городами, хайвей, скоростные трассы, соответственно, то есть без ямок, без всего. Своевременное обслуживание, это я уже все вам, друзья, сказал. Соответственно, только вот почему состояние в Корее в три раза отличается, чем состояние в России. А теперь давайте разберемся, как можно сэкономить на таможенной пошлине в 800 тысяч рублей. Для начала давайте поймем, какие автомобили нам выгодно завозить через территорию Российской Федерации, какие через Кыргызстан. Возраст автомобиля напрямую влияет на таможенную пошлину. Допустим, для автомобилей возрастом, коридором 3-5 лет, это, допустим, с мая месяца 2018 года по мая месяца 2020 года, их выгодно возить через территорию Российской Федерации. И тогда на объем 2,2 литра у нас таможенная пошлина выходит ориентировочно плюс-минус 600 тысяч рублей. Как только автомобиль становится старше 5 лет, на него сразу же кратно возрастает таможенная пошлина. Допустим, для автомобиля 2017 года или тот же самый возьмем 2018 год, но дата производства кузова будет апрель месяц, а за окном уже май. Тогда в этот момент таможенная пошлина сразу же поднимается примерно до миллиона 100. Плюс-минус на двигатель 2,2 объема. И вот именно эти автомобили выгодно возить через историю Кыргызстана. Таможенная пошлина плюс-минус на него выйдет в 300 тысяч рублей, друзья. Плюс оформление, конечно, но все равно мы ориентировочно экономим 800 тысяч рублей. Как вам такая математика? Ну а теперь поехали разбираться с ценой этого красавчика. Ну что, друзья, и самая главная цена. С доставкой до Москвы, с электронным паспортом транспортного средства на ваше имя, этот автомобиль выйдет в 2 миллиона 100 тысяч рублей. Если нужны аналогичные автомобили, или ты готов заказать именно этот автомобиль, пиши в наш отдел продаж, поставь лайк на это видео, ну и не забудь подписаться. Лайк авто, работаем для вас. Лайк авто, работаем для вас.